Готов к труду и обороне. Каждую неделю за заветные значки борются воспитанники спортивных школ. Сегодня утром на базе спортивного комплекса «Полярный» прошли забеги на длинные дистанции. Навстречу золоту отправились юные тхэквондисты и волейболисты. Разминка перед забегом – обязательное условие. Иначе, особенно на короткой дистанции, не избежать растяжений и других мелких, но неприятных травм. А вообще, советуют опытные спортсмены, подготовка как минимум должна начинаться за две недели до испытания. Тогда больше шансов на успех. Сначала короткая дистанция – это 60 метров. Некая разминка перед более сложным испытанием. Для девочек – 2 километра, для юношей – 3. Короткий отдых и вновь на старт. Трейдер по тхэквондо советует сохранять средний темп, дабы быстро не переутомиться. Все спортсмены понимают, что все же нужно самостоятельно выйти на знак, подтвердить свои усилия. Прежде всего, ГТО – это, в первую очередь, борьба с самим собой. Если ты преодолеешь собственными усилиями эти требования, которые предъявляет комплекс ГТО, то ты уже можешь дальше бороться, развиваться уже и в единоборстве в нашем. Забеги на 2 километра легко оторвалась ото всех Анастасия Мельникова. Юная волейболистка только начинает свою спортивную карьеру. И это будет ее первая золотая медаль. Скажи, как так получилось, что ты всех обогнала? Почему? Потому что я верила в себя, в силы свои. Что я быстрее всех прибегу и получу золото. У спортсменов постарше интересы более конкретны. Я хочу получить медальку, чтобы мне дали лишние баллы на ЕГЭ. Бег – самое сложное из дисциплин, считают многие ребята. Но, выполнив эти нормативы, к следующим они подойдут уже более уверенно и к концу учебного года преодолеют еще одну ступень ГТО. Дарья Бугава, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Дарья Бугава, Эдуард Захаров, программа «Время местное».